То есть те, которые раньше в лаборатории Касперского не обсуждались внутри, иногда многие годы назад. На том, что не тешьте себя надежными, если вы что-то придумали, с большой вероятностью это придумали еще несколько десятков людей. Тот же момент, как и раньше. С первой частью закончили, переходим к второй. Что интересного лаборатории, какие стартапы, каких областей? Прежде всего, стоит вести некоторую такую таксономию. Есть безопасность для клинических устройств, компьютеры, сервера. Есть IT-безопасность в гораздо более широком смысле. Это безопасность для сети, это безопасность для баз данных, для серверов, для всевозможной аналитики, СИЭМ, системы фейервола, железки и прочее. И всем этим лаборатория с той или иной точки зрения занимается. Где-то у нас есть продукты, где-то у нас есть сервисы, где-то мы в партнерстве с кем-то работаем. Но есть новые рынки, на которые лаборатория обязательно будет выходить. Недавно мы создали целый департамент конспирско-транспорточного секьюрити, который будет заниматься проблемами безопасности транспорта. Умного транспорта. Самолетов, автомобилей, пароходов. Ну, все, что в общем перемещается и где внутри ездится. Таких областей интересных нам довольно много. Я их сейчас кратко перечислю. Как я уже сказал, это транспорт. Это критическая инфраструктура. То есть это заводы, фабрики, ядерные станции. Но не только ядерные. Это все, что касается мобильного образа жизни. Не мобильный антивирус, потому что мы мобильный антивирус умеем делать сами. А мобильного образа жизни. Мы стали с вами очень мобильны и на ходу обрабатываем сейчас гораздо больше информации, чем когда сидим на месте перед компьютером. Соответственно, это гаджеты. Это мобильные телефоны, смартфоны. Это устройство, которое доставляет нам информацию. И вот такая интеракция, знаете, вроде всяких стендиков мобильных, которые можно прийти и потыкать руку пальцем. Это защита детей, семьи и пожилых людей. Особенно с пожилыми очень интересно сейчас получается. Потому что из-за того, что технологии развиваются очень быстро, многие люди оказываются не готовы к этому. Я просто не говорю про то, что как сложно порой обучить тем для наших родителей или дедушек-дабушек пользоваться банальным планшетом или скайпом. Они не готовы к новым видам мошенничества, которые происходят через интернет или использованием новых средств коммуникации. Наверное, все видели спам разные, приходит в виде смс. Нам приходит и нашим родителям тоже, что с вашей карточки списаны деньги, или ваш сын попал в аварию, срочно переживайте. Это все происходит, потому что технологии пришли к нам, они стали массовыми. И злоумышленниками тоже начинают пользоваться. А надежных средств защиты там еще нет. Далее, это технологии, связанные с новыми подходами информационной безопасности. Так называемая адаптивная безопасность. Это когда система безопасности работает в фоне, понимает, кто перед ней, какой человек, какие его привычки, как он вообще себя ведет, какую информацию употребляет, какую выдает. И технология адаптируется под его образ жизни, под его образ работы. Это машинное обучение. Безусловно, да, машинное обучение многократно увеличивает возможности современных систем, в безопасности в том числе. Именно потому, что оно позволяет быстро отрабатывать огромные массивы дома. Не надо путать, кстати, машинное обучение с искусственным интеллектом. Искусственного интеллекта нет. Толго еще, я думаю, не будет. А вот машинное обучение есть и очень разновидное. Прошу, большая разновидность. Ну, вот как-то так, да, перед вами я присылал. Заметьте, я ни разу не сказал ничего про антивирус. С антивирусом все хорошо, поверьте. Изобретать антивирус еще раз не надо. Этот рынок крайне устоявшийся, крайне высококонкурентный. На нем одновременно работают около 40 компаний по всему миру. Блезть туда никакой стартап никогда не сможет. Да, то есть рынок существует уже около 30 лет. Хотя, безусловно, к нам где-то с частотой раз в месяц приходят стартапы и говорят, я изобрел новый антивирус, который сделает все другие антивирусы ненужными. Покупайте меня скорее. Всего 20 миллионов долларов. Честно, начинаешь задавать опросы, и это получается очень интересно. Поэтому новые горизонты перед нами открыты. Это мобилизация населения, это консумеризация всех тяжелых и этичных технологий. Безопасность наша с вами физическая в цифровом мире. Критическая инфраструктура. Слушайте, тут уже асфальт начали класть умный. Для чего говорить про умный пират? А вот асфальт становится с чипами, да, и он начинает там сообщать на мисморитет о том, когда он уже разрушается. Все очень интересным становится. Поэтому стартапы welcome, как говорится. Как мы работаем со стартапами? Поскольку мы частная компания, и в общем-то у нас есть владелец Евгений Каспинский, у нас есть два основных постулата. Мы сами себе с усами, да, то есть у нас нет жестких критериев. Спрашивать нас про то, кто для нас хорош, кто для нас плох, бесполезно. Потому что все наши мнения субъективны, мнения нашего ток-майфмента. И мы работаем с людьми, прежде всего. Евгений Каспинский считает, что человек – это, в общем-то, главная ценность, особенно в такой высокотехнологичной отрасли. Поэтому мы не оперируем понятием стадии формально, и не могу вам сказать, что нам обязательно, чтобы поговорить с лабораторией Касперского, надо обязательно иметь готовый продукт или продажи, или быть на стадии И и получить 2 миллиона долларов инвестиций. Нет. Более того, мы даже сейчас готовим программу акселерации для проектов самой ранней стадии, куда можно к нам прийти с идеей. Эта идея будет оценена нашими экспертами, и мы поможем эту идею за 3-4 месяца довести до той стадии, когда появится либо прототип, либо некоторая продуктовая концепция, которая, соответственно, может быть представлена инвестиционному комитету лаборатории Касперского. То есть хочу сказать о том, что мы работаем действительно с людьми, даже если у них всего есть. И все, что у них есть, это идея. Мы готовы помогать. Лаборатория Касперского тоже когда-то была старта. Это было давно, да, то есть свой первый антивирус Евгений Касперский писал в 90-м году. И сейчас мы чувствуем некоторую ответственность, если хотите, перед рынком, потому что возможностей много, угроз много, и мы банально хотим увидеть больше людей, которым мы сможем помочь делать наш мир безопасен. Почему? Если у вас есть идея, если у вас есть прототип, если у вас есть, да хоть патент или что угодно, и самое главное, у вас есть очень много времени и очень много энергии для того, чтобы что-то поделать в этой области, да, хотите создать, например, продукт или бизнес в области информационной безопасности, приходите, мы обязательно попробуем договориться. По опыту, какие продукты успешно проходят наш инвестиционный комитет. Продукты с высокой интеллектуальной начинкой, да, поскольку мы инженерная компания, мы в состоянии оценить самые сложные алгоритмы, и отлично знаем, что чем сложнее продукт, тем более конкурентно способным он будет, потому что он когда станет успешным и выйдет на мировой рынок, а к этому мы безусловно будем подтолкнуть все наши стартапы, с которыми будем работать, тогда конкурировать с ним будет сложнее, да, то есть не имеет смысла создавать продукты, которые легко повторить командой индусов за три недели. Вообще никакого смысла, даже если у вас красивая упаковка или вы его бесплатно раздавите. Лучше делать тяжелый алтарит. Такое у нас ценится. Оригинальные решения существующих проблем. Ну, знаете, вот, бывают суши, придумали недавно антисуши, а тут вот антивирус, а тут придумали антиантивирус. То есть как работает антивирус? Это перехватчик системных вызовов к файлам и к операциям, которые разные исполняемые файлы производят в операционной системе. Для чего они их производят? Да, чтобы куда-то внедриться, испамить и скопировать некоторые данные, их украсть, куда-то унести, как-то модифицировать. Антивирус — это интересный подход, да, когда, в общем, перехватчика в виде драйвера никакого нет, а наоборот, на компьютере или на сервере, или на выходе из сети происходит свяжение за тем, какие новые процессы, куда пытаются отправить новые данные, которые раньше не отправлялись, и уже потом, когда такой факт появляется, происходит обратное разворачивание, да, когда процесс появился, кто его запускает, с какими правами, есть ли там какие-то нарушения, людьмисти в этой операционной системе. То есть не с нуля идут, а вот эти, от обратного. Вот новый подход к решению, в принципе, старой проблемы. Как мы работаем со стартапами? Что мы можем предложить? Мы не инвестиционный фонд. Это значит, что можно к нам приходить за деньгами, но если вы приходите к лаборатории Касперского только за деньгами, то дальше мы с вами не продвинемся. Лаборатория Касперского дает стартапам, с которыми сотрудничает, может дать экспертную поддержку, поскольку у нас работают десятки продукт-ненеджеров, десятки исследователей в области безопасности, лунной тайны, можете получить все-таки бесплатно отзыв о том, насколько ваш продукт вообще решает какие-то реальные проблемы, кому они могут быть интересны, какие есть потенциал вот у такого продукта, моментально можем это спроектировать на весь мир. Обычно стартапам мы предлагаем попробовать что-нибудь продать нашим клиентам. То есть для нас, как коллеги перед этим говорили, очень важно, чтобы стартап делал что-то не для себя, потому что он может, а решая какую-то реальную существующую проблему. Самое правильное, и на самом деле единственное доказательство того, что проблема существует, это когда кто-то за нее готов заплатить, за решение этой проблемы кто-то готов заплатить. Поэтому мы просто берем и знакомим стартап с одним из наших клиентов. Мы говорим, иди продай, слушай, ну ты же уверен. Даже когда продукт-то нет, мы можем договориться, мы знакомим людей. Говорим, поди попробуй. Татьяна говорила об очень интересном вопросе, вопросе цены, у нее нет экономики. Я вам хочу сказать, что вопрос определения цены, к этому есть правильные цены на продукты. К этому есть, конечно, теоретический подход, несколько подходов, но в целом вопрос исключительно практический. И я хочу сказать, что даже в лаборатории, в устоявшихся рынках, наши продукты порой продаются, одни и те же продукты, которые вложены одни и те же деньги, порой продаются с разницей в цене, в 50%. Просто потому, что, не потому что продукт лучше или кухня, а потому что цены требуют имя основного рынка. И по-другому люди не привыкли покупать. Посему вопрос практически, и чем раньше стартап, когда человек опробует что-то на продукте, тем быстрее он поймет, что нужно что-то делать. Лаборатория обеспечивает очень прямой штуку. Если у стартапа как называется партнерская модель продаж, не напрямую будет ходить, мы можем познакомить его с одним из наших партнеров. И опять же, чтобы он такого партнерского сети есть. Также очень полезный опыт. Мы готовы стартапу давать технологии в Миндсдк, для того, чтобы он свой продукт улучшил. Мы готовы... Про секьюрити, да, я уже говорил про секьюрити, экспертизу, наверное, я тоже говорил. То есть, как видите, у нас есть, если хотите, набор услуг или опций для стартапа, с которых он может забирать. И нам, разумеется, интересно, работать с такими людьми или стартапами, которые видят в нас стратегического партнера, а не просто инвестора. Если вам нужны деньги, мы вас с радостью познакомим с любым венчурным фондом. Мы все, разумеется, знаем. Но ходить в лаборатории только за деньгами без полезного. Скорее за помощью. Когда вы приходите к нам поговорить, будьте готовы, потому что мы спросим, почему именно в лаборатории, чем именно мы вам можем помочь, как мы построим вместе с вами ваш бизнес. Почему никто...